Приветствую вас, дорогой друг, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим о фламандской штукатурке. Я надеюсь, мне хорошо видно. Сегодня мы поговорим о фламандской штукатурке. Парижская штукатурка. Красивое название. Парижская штукатурка. Сегодня мы будем работать парижской штукатуркой. Что мы берем? Мы берем варс грунт. Его забыл заменять. Добавки кварцевые у нас будет. Экокристалл, шпаклевочка. И краситель. Краситель. Снежка. И дрельг. Стеночка 8 квадратов. И нам понадобится где-то в районе, может, 8 килограмм. Если мы перетягивали полностью ее. Но так как мы проявили смекалку пролетарскую, то мы прошли первый слой кварц грунтом со стартовой шпаклевкой. Где-то один к одному мы смешали. Может, даже один к двум. То есть две части шпаклевочки и одна часть грунта. Мы ее отколеровали и кисточкой прошли по поверхности. Вчера это мы сделали. Она подсохла. Сегодня мы уже будем делать парижскую штукатурочку. То есть мы взяли здесь уже идет, как я уже повторюсь, один в десяти. То есть десять частей стартовой шпаклевки модельной массы нашей. Белая кристалл. И одна часть кварц грунта. Ну и универсальный краситель. И мы смешалочкой, миксером это все замешаем. Я уже показывал, как мы ее смешиваем, в каких пропорциях. Теперь я покажу, как мы ее наносим. Сначала идут порции материала. И потом эти фляксочки растягиваем на толщину зерна. Количество материала положили, 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 положили все чисто. Растягиваем. Как будто бы размазываем масло на плот. Вот такая сгущенка можно, да? Вот такая представка, что это вареная гущенка. Еще раз повторюсь, мы ее назвали парижская, да? Велфламандская, да? Она вот близко. То есть мы соединили несколько техник сегодня. Так что вы не переключайтесь. Оставайтесь с нами. И еще вы видите очень много интересного. Что мы сделали еще? Что мы сделали еще? Мы добавили еще тот же универсальный краситель. И... Чтобы вы имели представление, насколько вот он... Насколько вам будет видно. Вот какой основной. Универсальный краситель. Вот такой у нас был. Универсальный краситель. Универсальный краситель. И мы его добавили в нашу парижскую штукатурочку. И... Вы помните, мы его соединяли. Наши островки. Маракешика. И теперь вот этим темненьким мы еще добавим аппликации на нашу парижскую штукатурочку. Штукатурочку. Тут уже мы, например, не следим, что там, как там нам соединяется. Сейчас нам главное, да, их распределить более по всей стенке, да, чтобы они были, ну, легли равномерно. У нас... Мы планируем сегодня сделать партин, я уже говорил, да, свинецы. Вот. У нас там есть такой свиной окорок. Сейчас я покажу, если ему удастся. Вот такой у нас. И вот мы под него попробуем сделать стену. Все там вдохновлять будет. Это не муляж, а настоящий. Хозяйка рассказала историю, что это у него. Сестра в Испании. Подарила. И вот мы подняли ему. Вон, в низкой стилористике. Вдохновлять. Так, мы будем делать, я уже сказал, с эмоцией. То есть, у нас атерская лоза. И где-то будем делать один к одному. То есть, вот используем вон, где мы берем обойный клей. Крепова. В этом случае, наверное, тоже сделать где-то один к одному. И добавим туда еще. В Венеции. В Шатерской лозурище. Тут, например, 8 квадратов. Вот так и рассчитываем где-то. Грамм 100, может быть 150 на квадрат. Ну, до литра. И что? У нас получится вот эти, ну, будем говорить, светлые ракушки, которые внизу у нас грунт был. Вот моего. Перекроем. Делаем чуть-чуть еще раз, чуть темнее, чем основа. Вот. И тоже немного. Так, полирнем потом. По такому полуподсыханию. Это уже пошел темнее. Классно. Даже темнее еще пришел. Да, да. Это я уже взял темнее. Ты рассказал историю, я говорю, что вдохновил меня этот… Хамон, хамон. Да, да, да. О, короче, показал. О, где работает. Вы сейчас разнимаете, да? Да, да, да. Ну, ничего страшного. Я там потом могу… Да, обрезаю. Да, обрезаю, да. Так что не переживай. Не захотите… Порешаю вам такой же… Нет, 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 нет. Все нормально. Наоборот, даже это… Ну, чем эти видео… Это же… Живое видео. То есть там разное бывает. В этом уже вся и прелесть, что они такие… Не скучные. Мы когда только начинали, то мы с Олегом тогда еще работали. То это было просто… Ну, вот… Даже не думали, что это будут какие-то мастер-классы. Так это было так… Ну, как больше развлечения. Да, там… Джамшут и Рамшат. Да. Там Ремонт, Ксеник, Собчак. То есть так… Больше такие были. А потом, да, увидели, что пользуются… То есть задавали вопросы, писали. И мы вот тогда уже взялись. Такой более… Ну, серьезный лад. Ну, тоже оно… Когда рассказываешь какие-то истории даже со своей жизни… Я вспомнил… Говорил им, что парижская штукатурка, но в Париже я не был. Вот все постигаю, так сказать, умом, фантазией. Я помню, хозяйка… Я говорю… В коридочек мы делали. Говорю, вы знаете, у вас, говорю, марокканская штукатурка. Она говорит, Олег, а что вы были на базарах Маракеша? Бывал ли я на базарах Маракеша? Так и здесь… Здесь главное, что… Приятная ассоциация. То есть ты себя настраиваешь на положительный лад. Да, я говорю, что это очень важно. Я говорю, вот так оно трансформируется, говорю, и на стену. Не знаю, на каких там… Где задействованы… Какая энергетика она… Помню, одна за качество. Мы включали еще музыку. Она посмотрела фильм про воду. Когда вода меняет свою структуру в зависимости от музыки. Она говорит, а у вас… А вот такую музыку, говорит, у меня стены… Кристаллизируются тоже положительные кристаллики. Я говорю, да. Бывали случаи, вот когда… Ну это же разные, заказчики бывали. Не всегда же находишь общий язык. То… Вот не могу… Стану делать образцы, не могу делать образцы. Неделю-другую… Не идет. Все. Вот что такое… Такая размазня. Вот то, что на душе… Вот так оно и… На стенке. На стенке, да. То есть я говорю, что если плохо, то лучше не делайте. Вот ставьте… Возьмите, я говорю, коньячка. Можете, говорю, бальзама, говорю. Все, поправили здоровье. Сердечную каплю, да. И все, настроение хорошее. И все подперед. А если нет, то лучше вон взять, пойти на свежий воздух, посчитать облака, пока они голубей. Я тоже, говорю, искусство, говорю. Я тоже, говорю, монументальная живопись. Это же художественная отделка стен. Да, художественная. Только здесь у нас, говорю, вместо мастихинов, говорю, вот такие шпатрили. Ну, большие мастихины. Сокол, ласточка. Ну, уже вот выходим на финишную прямую. Сейчас, вот сейчас здесь добавлю, потом верхушку. И уже будем делать патину. Патину церковь. Патину церковь. Да, вот которая будет последний финишный слой. Вот как венецианка. Только если мы, например, чисто Венецией сделаем и перекроем, то, ну, не будет многоцветности. То есть она будет такая монохромная. А чтобы добавить ей такого, ну, вот как на... На хамоне. Да, на хамоне. Да, на хамоне. Она все такое, как будто бы мраморная она такая. Вот это. Такая глубину. Да, чтобы несколько было видно и одну линзу. Вот мы. У нас есть такой прием. Ну и ассоциация. История. Тут уже байка какая-то. Один только хамон чего стоит. Да. Все. Посмотрели на стены. Все. Вспомнили мальчиков. Вот. Одна хозяйка говорит, я вас расцеловала, если б я могла. Ну, говорю, ну, она же получает, когда небольшие. Вот чем еще интересно, когда небольшие объекты. То получается, мы друг другу не успеваем надоесть. То есть, ну, я успеваю отдохнуть. Да, там какой-то был большой заказ. Отдохнул. Я свеженький, как огурчик. И все. И вот. Задовольно. Да. Задовольно. Не тяготишь, что это. Ой, когда это закончится. Это вот. А нам пока ждешь лицевого результата. Да. Да. Здесь оно. И здесь ты можешь себе позволить такую вольную походку. Потому что стенка небольшая. Это же не то, что зал там 300 квадратов. Да. И ты там думаешь, там, хорошо это будет, плохо будет. Как оно будет. А когда небольшая там сделал. Ага. Сюда еще добавил. Еще добавил. Да, 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 да. То есть, такие вопросы можно решать на ходу. Были случаи, когда заказчик спрашивал, Олег, и это все? Я говорю, да. А остальное зависит от вашей фантазии. А вот получается. Вот оно немножко подсохло. Вот он будет. Вот такой. Небольшой такой переход. Вот. Да получается здесь мы соединили несколько техник. Даже несколько стилей. Да. Тут получается здесь была и фламандская. Ну вот, например, фламандская. Это мы называем, когда мы берем несколько цветов и по-свежему добавляем. Ага. Такая получается вроде как фресковая живопись. Ага. О. Потом. Мене, кстати, дуже подобается. Тут даже обладаюся, да? Какие перепади цветов. Да. Ага.